Йоу! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему стиля, успеха и популярности для художника и как же все это связано. Разумеется, все сказанное это мое личное мнение и оно может отличаться от вашего. И хочу сразу попросить прощения, у меня с голосом что-то не так, я простыла, может что-то иногда получаться не так. В общем, переходим сразу к делу. Во-первых, я хочу разделить популярность и успех. Успешный художник отличается от неуспешного тем, что первый доволен тем, что он делает. Он может рисовать и фурии, и обычных девочек на каком-нибудь простом фоне, и мехи с проработкой на разрешении 8к. Главное, что художнику нравится то, что он делает, а то, что ему не нравится, он исправляет и дорабатывает, стремясь к своему идеалу. Все остальное для него неважно, даже деньги. Успех в данном случае не равен заработку. Неуспешный же художник недоволен своим творчеством, выплескивает свое недовольство посредством неразумной и неконструктивной критики своих же работ и работ других художников. Он не стремится исправлять, искать новые или просто пытаться делать что-то, что он делает по-другому. Многие уверены, что успех и популярность взаимосвязаны, или даже что успех равен популярности. Я так не считаю, потому что популярность это в первую очередь работа. Работа со своей аудиторией. Ты должен понимать, что если ты хочешь быть популярным, ты должен делать то, что в первую очередь понравится аудитории, иногда даже приступая через себя. Конечно, есть и те, кому популярность пришла внезапно, просто потому что. Это бывает, и я не буду этого отрицать, но в большинстве случаев популярность приходит от безустанной работы, как над собой, так над своим творчеством, над тем, чтобы все больше и больше людей стало замечать это творчество. Иногда это вписаться в конкурсы, иногда это прислать свой фан-арт на творчество другого художника, иногда это покупка рекламы или раскручивание инстаграма. Все зависит от того, что кому ближе. Все варианты хороши. И не стоит забывать о цели, для которой и производится работа над популярностью. Для кого-то это желание быть узнаваемым, а для кого-то это желание зарабатывать деньги. Кому-то просто хочется продвинуть свои идеи в массы. Причин тоже множество, и все они замечательные. И разумеется, одним из инструментов достижения популярности всегда являлся стиль художника. Ведь именно по нему его чаще всего и узнают. Стиль в той форме, в которой все его себе представляют, это набор ошибок, переходящие из одной работы в другую. Эти ошибки могут быть незаметными при первом взгляде и случайными, или специально поставленными художникам для собственной узнаваемости. Иногда, видя работы без подписи, мы можем угадать, чья это работа, потому что такой стиль у нас ассоциируется с кем-то определенным. Однако в погоне за стилем молодые художники чаще всего забывают о том, что все взрослые художники, кто имеет свой собственный стиль, развили его уже после того, как поняли и изучили основы. Будь то анатомия, перспектива, композиция или теория цвета. Юные умы, не отягощенные знаниями хотя бы анатомии, фигачат работы так, что любой комментарий или вопрос заканчивается в худшем случае болезни и неприятия в виде истерики и криков «Это мой стиль». Ну что ж, в таком случае рисунки пятилетних детей тоже имеют свой стиль. Я сейчас не о том, что стиль не нужен или не надо развивать его. Я о том, что не имеет смысла развивать его, пока у тебя не в голове основ. Но про стиль в отдельности я сегодня говорить не буду. Я хочу сегодня донести одну важную вещь. Стиль не даст вам популярность, а популярность не принесет успеха. Точно так же, как и стиль не дает успех, а успех не дает популярности. Меняйте комбинации как хотите. Успех, стиль, популярность совершенно не влияющие друг на друга параметры. Вы можете не иметь стиля как такового и всегда рисовать по-другому, и при этом быть и популярными, и успешными. А можете быть неуспешными, потому что ненавидите то, что делаете, но популярными, потому что вы делаете то, что нравится вашим подписчикам. При этом, имеете ли вы стиль или нет, будет совершенно неважно. У вас может быть стиль, успех, но не популярность, потому что над ней вы ни дня не работали. И так далее. Это цепочка, при которой вы можете бесконечно быть как правы в одном, так и неправы в другом. По всех случаях вам придется работать над недостаточным для вас результатом. Так что я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были в первую очередь только успешными художниками. Рисовали то, что вам нравится, и получали удовольствие от того, что делаете. Все остальное уже только по вашему желанию. Если вам понравилась идея, которой я с вами поделилась, и вы хотите меня поддержать, то есть три варианта. Вы можете подписаться и поставить лайк. Это все бесплатно и поможет моему каналу. Вы можете подкинуть мне денег на развитие. Ссылки на донат в описании, как всегда. А также вы можете скачать приложение на Android для помощи вам в раскрутке ваших аккаунтов в Инстаграме по ссылке на маркет в описании. И это не реклама. Мне не платили. Я хочу просто вам помочь. Ну, вдруг кому надо. В этом приложении нужно будет ввести туда мой код для получения тысячи бесплатных подписчиков. Бесплатно. Тысячу подписчиков. Мой код тоже в описании. В принципе, на этом все. У меня больше нечего сказать. Конечно, вы можете поставить дизлайк. Все равно это поможет, потому что лайки и дизлайки – это все социальные конструкты. Такие дела. В общем, всем спасибо. Всем пока. Чемольки-чемольки. Всех люблю. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok